Доброго времени суток, мои дорогие слушатели! У нас с вами понедельник, и это 7 минут с Монти, когда мы говорим про какую-нибудь небольшую тему. Сегодня затрону тему, которую я не хочу больше трогать в спидпейнтах, на которую по желанию вообще бы больше не разговаривала, но это стиль. Это вот именно извечный вопрос поиска собственного стиля, как, зачем, почему, где он, как его найти, почему он не появляется, почему у меня неузнаваемый стиль. Так вот, у меня относительно недавно в очередной раз случилось так, что где-то увидели мою... У меня по городу расклеены мои наклейки. Просто, ну вот, ну как бы я как-то гуляла, и вот я решила, что хоп, вот, есть в кофейне у знакомого тоже наклейки, ну там прям стена наклеек, и мои там тоже затерялись. Ну так вот, и недавно в очередной раз мне пишет человек, что типа вот увидел, значит, увидел твою наклейку, вот, сразу понял, что это ты. И я вообще свой стиль не считаю каким-то уникальным. Каждый раз, когда мне люди об этом говорят, я такая, типа, а, ну, там нету подписи. Я такая, типа, а как, почему? Говорят, что типа, ну, это же твой стиль. Вот. И моё основное понимание за вот все годы, все годы рисования, все годы общения, все годы, там, выстраивания какие-то сообщества и так далее и тому подобное. Всё вот, что было связано с артами, с иллюстрацией, с фрилансом в этом плане тоже. Единственное, что я поняла, это то, что сам художник очень редко будет видеть свой стиль. То есть, почему так происходит? Потому что наш стиль рождается из нашей насмотренности. Да, это уже очевидный факт, об этом говорило дофига художников. Это, ну, это не что-то такое супер-вау. При этом из этого исходит следующий факт, о котором мало кто говорит. Почему? Ну, это уже другой вопрос. Следующий факт в том, что когда мы выбираем в себя информацию и применяем какие-то элементы, адаптируем их, делаем их, ну, где-то красивее, где-то уникальнее, где-то ещё как-то, да, мы всё равно эти элементы у себя вот в своей интерпретации видим как часть стиля вот того художника, от которого мы их адаптировали, или художников. Соответственно, в нашей голове они не являются чем-то уникальным. То есть, когда ты смотришь на свою работу, ты видишь, а, вот глаза я взял вот оттуда, вот это я взял вот оттуда, вот это я взял вот оттуда, ты не видишь общей картинки, что у тебя получилось что-то своё и что-то уникальное, и что ты ещё что-то привнёс в это, да, и на выходе у тебя получилось что-то вообще никак не связанное ни с одним из этих художников, да, только очень отдалённо напоминающее. Вот. И это на самом деле гораздо более интересно, чем просто сказать вам, что вы рисуйте, и ваш стиль к вам придёт. Он, да, он к вам придёт. То есть рисуйте, смотрите в Инсте, смотрите в Пинтересте, смотрите на арты других художников, смотрите на иллюстрации, интересуйтесь крипто-иллюстрацией, помимо всего прочего, не потому что, не потому что это очень прибыльно, а потому что сейчас в крипто-иллюстрации есть очень шикарные работы и очень шикарные художники. Вот. То есть развивайте свою насмотренность, ваш стиль, он однозначно появится, он однозначно себя проявит, это, ну, это вопрос времени. Но при этом вам нужно понимать, что есть огромный шанс, что вы его просто не увидите. И в этом нет ничего страшного. Вот. То есть нужно просто головой понимать, что в какой-то момент то, что вы рисуете, действительно станет уникальным, действительно станет полностью вашим. В принципе, оно полностью ваше с точки ноль, да, с нулевой отметки. То есть оно всё равно ваше. Но в какой-то момент оно станет вот настолько вами, что даже люди извне там вашего круга общения будут узнавать, что вот это вы. Но вы можете этот момент упустить. И не нужно этого бояться, не нужно воспринимать это как что-то плохое, не нужно воспринимать себя при этом, как неправильного, если вы не уловили момент, когда у вас развился свой стиль. Это абсолютно нормально. Вот. Свой стиль – это очень сложная такая штука, которая, она присутствует всегда. То есть даже когда вы просто рисуете человечка из разряда там кружочек и пять палочек, вы всё равно их как-то рисуете по-своему. То есть это всё равно что-то ваше. Другой человек нарисует иначе. Другого размера, другого цвета и так далее и тому подобное. Поэтому свой стиль, да, в кавычках, он будет всегда. Это никаким образом не связано к какому-то определённому уровню ваших знаний или ваших скиллов или ваших умений или вашей насмотренности. Оно не привязано. Но когда мы говорим про именно узнаваемый свой стиль, когда люди извне узнают, что вот это ваша работа, вот этот момент вы можете упустить, но он случится. Это даже не какая-то формула или ещё что-то. Оно просто случится, просто примите это и не бойтесь, если вы этот момент упустите. То есть я, в общем-то, всё, что хотела сказать, это то, что не задавайтесь этим вопросом так часто, потому что у вас уже может быть свой стиль, да вы просто упустили этот момент. Вот. А, собственно, с вами была Монти и до следующего видео. Пока-пока!